Презентация мобильного ФАПа прошла на центральной площади Одинцова во время акции 3 октября, приуроченной к Всемирному Дню Сердца. Врачи Одинцовской центральной районной больницы и станции скорой помощи провели замер артериального давления, измеряли уровень сахара в крови, делали ЭКГ, исследовали функции внешнего дыхания и проводили ликбез по лечению профилактики сердечных заболеваний. В общем, большое спасибо главе, что вот такая аппаратура. Проверили сердце, проверили, как говорится, почки, ну все проверили, на кровь. И так быстро. Большое-большое спасибо. Скажите, как результаты-то? А результаты хорошие. Символичные сувениры в виде сердца раздавали всем участникам праздника, а самый главный подарок в этот день был вручен врачам Одинцовской центральной районной больницы. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт, о котором в больнице мечтали давно. Это очень важно, чтобы и в большом городе, и в маленькой деревне, в маленьком селе было одинаково качественное медицинское обслуживание. И какая бы сложная ситуация экономическая ни была в стране, мы постараемся находить ресурсы для того, чтобы вкладывать их в модернизацию нашей медицины, нашего здравоохранения. Мобильные ФАПы, ФАПы стационарные, амбулатории – это очень важная составляющая губернаторской программы нашей Подмосковья. И Андреевич Воробьев принципиально против бездумной оптимизации. Поэтому мы не только не сокращаем наши ФАПы и амбулатории, а наоборот их количество растет с каждым годом. Для того, чтобы, еще раз подчеркну, в каждом уголке нашей Подмосковья оказывалась одинаковая качественная медицинская услуга. Такое важное событие в жизни здравоохранения Одинцовского района не могла пропустить министр здравоохранения Московской области. Нина Суслонова приехала в Одинцово и лично осмотрела передвижной ФАП. Самое главное – это обеспечить равную доступность медицинской помощи всему населению, где бы жители наши не жили. И, конечно, обеспечить, кроме доступности, еще и качество этой медицинской помощи. Вот я посмотрела оснащенность этого мобильного ФАПа на самом высоком уровне. Это ультразвуковой аппарат экспертного класса со всеми датчиками. То есть, почему мы приурочили, кстати, эту машину именно к сегодняшнему Всемирному Дню Сердца. Это очень грамотно сделано, потому что и датчики, и электрокардиограф, и сегодня те манипуляции, которые мы сегодня можем делать, они позволяют на ранней стадии выявить серьезное сердечно-сосудистое заболевание у населения. ФАП оборудован даже свыше норматива. В нем предусмотрен диагностический центр. Здесь пациенту предложат сделать УЗИ, ЭКГ, произведут забор крови и моментально подготовят результаты. Это настоящая поликлиника на колесах. Мы самая крупная больница, мы обслуживаем 156 тысяч населения. Вас так много, и мы очень о вас заботимся. Да, есть какие-то пункты, которые неудовлетворительны в состоянии, но как помощь, взаимопомощь, есть теперь этот автомобиль, это маленькая поликлиника. Андрей Рыбович, вам огромное спасибо. Это действительно подарок главы. Спасибо вам, мы кланяемся в пояс за поддержку, помощь. Мы благодарны нашему правительству, губернатору Московской области, Воробьеву Андрею Юрьевичу за программы, те, которые внедряются очень активно в здравоохранение Подмосковья, поддержке министра здравоохранения Нилы Владимировны, нашему куратору. И мы счастливы от того, что она всегда рядом и в трудные минуты, и в такие праздники. Передвижной ФАП открыл свои двери для пациентов, отбоя от желающих не было, это действительно удобно. Когда за короткий срок ты можешь пройти не только консультацию врача, но и диагностировать работу своего организма. Это нужно, это важно, это очень хорошо, когда вот такие мероприятия делаются, все так происходит. Передвижной фельдшерский акушерский пункт будет работать так же, как и другие лечебные учреждения. Каждый день по графику машина будет выезжать в отдаленные населенные пункты района и проводить прием населения. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.